Виктор Юрьевич Петрович 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 людей таков, что разный уровень восприятия речи. Изустная речь, она не всегда хорошо воспринимается письменно. А то, что хорошо письменно, не всегда говорится хорошо изустно. Это и разница в подходе в поколениях, получается. Больше все-таки среднего пожилого возраста смотрят телевизор, а молодежь, как правило, не смотрит. Молодежь у нас сидит в интернете, в основном, получается. Да, и молодежь присадили на клиповое мышление. Вот смотрите, два-три сложно подчиненных предложения, и у него затыка, хотя это умный перед тобой собеседник парень. И вот нужно перестраиваться на клиповый, пошаговый этот с ним разговор, тогда идет процесс. Ну это, наверное, специально как бы и внедряется, и в образование все-таки. Да, Владислав, и вот вы очень мерно подметили, что мы из того поколения. Мы знаем то, что было. На наших глазах происходили перемены, и мы сейчас, ну вот для молодежи мы выглядим как мамонты. Как динозавры. Как динозавры, да. То есть мы знаем, и молодежь понимаем то, что нужно, воспринимаем, и в то же время знаем, куда идти. Потому что есть хорошее сравнение, мы можем сравнить. У них этой возможности нет. Но почему так произошло? Вот мы помним, времена были этого, значит, Моруэлла Джорджа, да? Когда вот все давить, ограничивать в пропаганде, и вот этот 1986, его роман, он как раз показывал. Типа тирания. 1984. Да, 1984, да. Тирания, все. А потом что? Пошел Хаксли. Точно сюда наоборот. Ничего не ограничивать, забрасывать информацией, ничего не скрывать, а все оставлять на виду. И вот по методике Хаксли сейчас идет. Сейчас идет вот эти сексуальные все нарушения, какие-то домогательства. Вот это вот сейчас открыта полностью ситуация для того, чтобы шантажировать, в принципе, любого политика, любого общественного лидера на Западе. Я вот наблюдаю за этой историей с Ванштейном, там историю с английскими, сейчас с политиками пошла. Это же очень удобный способ убрать конкурента. Да, это стал такой же инструмент, как в 70-е годы была психбольница, помните, на психиатры. А сейчас это, причем он довольно, да, начали с Доминика Строскана, да, и сейчас продолжают. Я вот просто смотрю, что, наверное, западное общество было воспитано именно таким образом, что в начале эти СМИ, вот как я говорил, что радио Свобода мы слушали, и там практически все время были правдивые материалы. Они говорили о том, о чем мы не знали, наши умалчивали. И со временем вот эта политика информационная, она переродилась. То есть люди доверять продолжали, и там уже радио Свобода, скажем так, но там уже подалась информация совсем с другой стороны. Вот в чем опасность. Вот западный обыватель, он просто верит своим СМИ, верит своим политикам, общественным деятелям. И эта картина, которая на самом деле является реальностью, у них преломляется в обратную сторону. Вот на нашем примере, на примере войны в Донбассе, я вижу, разговариваю там с европейцами, с американцами, они говорят, у нас совсем другое представление о том, что у вас здесь происходит. Вот в чем опасность вот этой политики. Это ведь в России, вот RT появилась-то совсем недавно, Russia Today, а раньше вообще же не было никакого рычага влияния на западного обывателя. И сразу же Russia Today, вот мы сейчас наблюдаем, что превратилась в иностранного агента. Проблемы будут у тех журналистов американских, которые там работают. То есть Запад уже понял, что Россия начала действовать его же методами. Да, более того, они ужаснулись эффективности Russia Today. Почему? Потому что надо дать должное тем, кто этот канал организовал, что они стали привлекать как раз журналистов на местах. Иностранцев. Да, именно американцев. И нельзя было приснигнуть, что это чисто русская пропаганда, это ложь. Это работали те журналисты, которых знает местный контингент и жителей местных. И оно вот стало пробивать. Они действительно испугались. И тут еще, Владислав, еще один момент. Дело в том, что то, о чем мы говорим, это вообще-то глубокая разработка института Тавикстовского в Королевском научном обществе Великобритании. Они занимаются вот этим изучением этих вопросов и внедрением их в жизнь. Просто люди это не видят. Но первый момент ознакомиться, откуда ноги растут, можно это есть комитет 300, книга Куллимана. Да, вот она, Куллиман там описал. Понятно, что якобы полковник, якобы рассекретил определенные данные. Не будем вестись на это, но, тем не менее, вброс информационный есть, и он показывает изначально. Там описано, как Битлз водили, вот музыкальное воздействие. Как это было наркотизация молодежи. То есть все эти процессы показаны. Они уже отошли в прошлое, но по ним можно ниточку провести и в нашу реальность. И здесь мы видим, что буквально деформируется сознание и восприятие мира у людей. На Западе действительно там одна подача той же самой информации, и у них одна картина, да. У нас абсолютно, про нас же абсолютно другая идет подача. И там формируется, да, такое отношение, что здесь мы в таком неприглядном виде, что у нас даже жилить не надо. Да, мы террористы, мы бандиты. Жалеть нужно там, вот в Европе там кто-то погиб. А смерти, которые здесь ежедневно, они никого не интересуют. Да, это особенно показалось событие во Франции, да, когда там произведены были эти акты, да, исламистами. У нас тут тысячи погибали и ничего. А там они более шокированы, да, да, да. Таким количеством. Это почему? Это вот отсюда умный человек выводит вывод, что у нас считают не совсем такими людьми. Да, не равней себе, конечно. Вот умный человек, он понимает. Я думаю, что работать нужно продолжать нам в той же вот волне, на той же волне пропаганде этой противостоять нужно. Абсолютно верно. Вы правильно, Владислав, подметили. Почему? Потому что в информационной войне игра от обороны это заведомо поражение. Нет, конечно. Вот нужно только идти на упреждение. А здесь вот на упреждение у нас есть аргументы и способы. Это подавать именно реальную информацию, но подавать ее дозированно, чтобы вот публика, люди, когда они получают только фрагменты, у них разрыв идет сознание. А если вот планомерно дозированно подавать, плюс еще последовательность иногда суммировать, ну вот как вы делаете в недельных итогах новостей, да, это просто процесс не такой быстрый, да, но в течение вот буквально месяцев он начинает с ростов. Конечно, мы европейское мировоззрение, мы не сможем так быстро поломать. Да, а тут связано с тем, что вот Пушкин никогда не был в Штатах, но он Штаты считал демоном, да, вот сам вот это, то, что он видел по тем с ним, по тем описаниям, по картинам, да, Штаты. Дальше Пушкин же писал о чем, что не может чужое у нас прижиться. Мы никакого общего не имеем с той политикой. Тогда на слуху не было глобальной, но с той политикой, которая творится в мире, да. И людям сейчас, нашим людям необходимо просто понимать разницу между внутренней политикой, международной политикой и глобальной политикой. Ну вот частью внутренней политики, кстати, у нас является телеканал Новороссия в том числе. Что такое внутренняя политика? Это реализация интересов в рамках внутренней своей национальной юриспруденции. Что такое международная политика? Международная – это уже достижение интересов, реализация интересов одного государства в международном содружестве в одиночку или, так сказать, в содружестве с другими, в альянсе с другими государствами. А вот глобальная политика – это осталось за кадром. А суть-то в чем глобальной политики? Суть в том, что это уже политика, которая проводится в интересах, затрагивает интересы всего человечества в целом. То есть мы же видим, если кто-то будет сейчас выпускать яды и химическое оружие бесконтрольно, то это сказывается на всех. Это очевидно, это видно, это пресекается. А ведь в информационном отношении точно такая же опасность. Вот мы видим, как западная пропаганда воздействует на нас. Они же ударили по институту семьи нашему. Вот что они стали в перестройку первым делать? Атаковать наших девочек и мальчиков. Чтобы будущие семьи были уже такими, какими сейчас случаются. Мы часто видим людей, которым бы не рекомендовалось, ввиду их состояния мировоззрения, просто иметь детей. И наша земля начинает заполняться вот этими брошенными детьми, что невероятно. В принципе, на нашей земле сирот-то никогда и не было, общины занимались этим. Ну, в России, да. А сейчас вот этот процесс. То есть, это не такие безобидные вещи, поэтому я вот понимаю ваше настроение, Владислав, что этому нужно противодействовать, может быть, не столь быстро, как они, но зато фундаментально и устойчиво, чтобы воздействие было. Конечно. Для этого нужна стратегия какая-то. Да. Мы ее наблюдаем вот именно в политике канала Russia Today. Наверное, это самое важное, основное, почему он такой получил сейчас статус иностранного агента в США. Да. И посмотрите, вот ведь то же, что говорили раньше о том, что в Европе много геев, в Европе там ломается полностью, рушится европейское столетиями наработанное вот это вот мировоззрение. Ведь говорилось об этом давно. И сейчас мы видим на примере того, как легализируются там вот гомосексуальные браки, на примере, что там беженцы заполонили уже 8 там миллионов почти уже в Германии беженцев с тех стран, где в принципе совсем другая ментальность. К чему это приведет и для чего это делается, как вы считаете? Есть истоки вот этого всего, чтобы понять. Нужно определить следующее. В первую очередь, что вот глобальная политика сегодня стала, вот глобализация стала синонимом гибридным войнам. И вот уже с учетом тогда, переходя на гибридные войны, что это как раз-таки воздействие на всех уровнях. И на материальном уровне, это что? Материальный уровень, это понятно, вот горячая война, снаряды, пятое-десятое. Дальше генетический уровень, это алкояды, значит, табаки и в том числе музыка и медикаментозное, да, воздействие. Ну, медикаментозное, это вообще очень опасно. Последний фактор материального воздействия, это экономика, да, и финансовая система. Вот. А потом уже идут информационные виды воздействия, это что? Религии, технологии, идеологии. Выше еще на один этап стоит это что? Это вот историка хронологическая, то есть какой миф в хронологии выставят, так и идет описание этой истории. И уже выше, сам на самом верху идет мировоззренческая, да, и вот они бьют по мировоззрению. Почему? Потому что по этим приоритетам, то, что ты меняешь свыше, оно не столь видно, да, но оно воздействует колоссально. Вот, к примеру, мы решили мировоззренчески воздействовать на определенную часть населения. Мы берем и говорим, значит, идем, так сказать, на поводу у родителей, которые говорят, наши детки перегружены. Мы говорим, да, они перегружены. Поэтому урок математики один раз в неделю, урок физики один раз в неделю. На выходе кого мы получим? На выходе мы получим обычного выпускника американской школы. Да, абсолютно верно. Который умеет читать меню в Макдональдсе. И не всегда писатель. И не всегда писатель. Да. Ну, наверное, к этому и стремится все-таки западный мир. Ведь реформа образования после перестройки начата, она как раз и упростила эту советскую школу. Абсолютно. И в большей части последствия этого мы же и наблюдаем и на Украине, и в России, поскольку люди все-таки получили совсем нет образования и перестали иметь возможность анализировать лично, самому, самостоятельно. Вот эта информационная политика, она все-таки заменила очень многим людям способность вот эту мыслить здраво. сейчас на примере Украины мы видим, что можно сделать с людьми, переписав историю, переломив полностью ментально. Сейчас на оккупированной части Донбасса Киева там не осталось ни одной русскоязычной школы. Абсолютно верно. То есть из людей делают манкуртов, ломают им полностью мозг в голове, перестраивают и рассказывают, что ваши родственники, самые близкие ваши люди, которые в России, которые в ДНР, ЛНР это ваши враги. Я думаю, что эта ускоренная система на Украине она все-таки приведет к большому числу психических заболеваний и расстройств. Я думаю, что сами те, кто это развязал, они получат очень серьезную ответку от этого. Несомненно. Тут простые люди не подмечают, просто словами выразить не могут. Они видят, что нечто общечеловеческое, ценное, цельное, что было и у людей на Западе и у нас, вдруг начали разводить в разные стороны. Да, оно расплывается. Расплывается. И пошло. Они не такие, как мы, мы не такие, как они. Но всем же нужно дышать воздухом чистым. Всем нужна крыша над головой. Все хотят, чтобы их дети учились и имели будущее. Чтобы люди взрослые, которые ушли на покой после трудов праведных, чтобы имели обеспечение. То есть, это потребность у всех. Но вот их начинают растаскивать и более того, убивать. Ведь 10 лет назад ООН потребовала от единственных динозавров, это РФ, Украина, на то время еще другая была, несколько, и Белоруссия, убрать вот эти льготные пенсии. То есть, это же говорит о том, что рекомендации даются такие, а за этими рекомендациями стоят что? Стоят финансовые вливания, то есть транши. Конечно. И это уже идет воздействие на экономику. Потому что глобализация не столь безобидная глобальная политика. Ведь смотрите, в Европе банки дают под 1% кредит, максимум под 2%, а нашим дают под двузначные цифры. Вот изначально какие условия будут в экономике? Абсолютно разные. Казалось бы, ничего такого нету, да, вот, явного. Но так как люди не знают механизм воздействия этого, естественно, они думают, что действительно на Западе правы, мы неумелые, мы не сграбные, у нас не получается. Но, слава Богу, что у нас получается, наши люди, честно говоря, я вот по миру поездил много, в силу своей профессии моряка, да, я скажу, вот таких сбалансированных людей, готовых, адекватным быть во всех ситуациях, и в праздник, и, так сказать, когда благополучие, и когда невзгоды, таких в мире больше нету. И Донбасс вот на этом фоне, он выделяется особо. Но, скорее всего, это связано с тем, что Донбассу всегда приходилось первому встречать всех врагов из Запада, из Юга, которые шли на Русь, да, и последним их выпроваживают за территорию Руси. Это есть, это сказывается. Поэтому символично в принципе организация названия, да, Свободный Донбасс. Свободный Донбасс. Еще очень интересный момент, я вот часто слежу за тем, что русских все время призывают покаяться за что-то. Постоянно, и причем это ведется целенаправленная политика, она начинается там где-то в Вашингтоне, там в Нью-Йорк Таймс, там в Би-Би-Си, и подхватывают все так называемые вот эти либеральные русские СМИ, причем не просят покаяться Британию там за столетие геноцида, начиная там с Уст-Инской кампании, заканчивая там Китаем, не призывают покаяться там американцев, не призывают покаяться другие вот народы, но русским уделяется очень важное влияние. Вот все-таки вот как-то нужно почаще подавать информацию в том плане, чтобы расколоть вот эти мифы. Потому что русские ни за что не должны каяться, я считаю. Ни за что просить ни у кого прощения. Русские всегда действовали согласно своим национальным интересам, точно так же, как это делали те же самые британцы, те же самые американцы. Но там кто каяться за что? Более того, статистика наоборот. Вот вы вопрос затронули, Владислав, вы же и дали мне ответ. Нужно сразу давать сравнение. В разы, в кроты меньше у нас было смертных казней. У нас просто единичные случаи выпячивают. У нас нету никаких гравюр, где вот эти деревья, обвешанные трупами, где кишки наматывают на барабан. А на Западе это даже художники отметили. То есть это запечатлено в культуру. Ну это было столетиями, да. И стоит вот людям показать такие вот даже слайды, у них начинается переосмысление. Почему? Потому что покаяние, оно разрезает вот один информационный канал, да, от осмысления. А что же было дальше, да? Потому что чем дальше назад, тем больше видно, что мир более единым был. Его искусственно разрезают. Для чего? Для осуществления определенных интересов. А какие интересы? Мы же видим, да? Как вот было рабовладение, так его пытаются возобновить в каком масштабе? Ну уже на другом, да? В крипто с закрытым рабовладением. Ну то, что происходит в Европе сейчас. Абсолютно верно, да. Поэтому вот они против, они боятся нашей открытости. Они вводят вот эти слова все иностранные, да? Почему вот в Вильнюсе есть кафедральный собор. А ведь что такое кафедральность? Это и есть собор, да? Вот, как раз у вас на столе видел фотографию. Исаакиевский кафедрал, да? То есть это и есть собор. А вот такое, да? Кафедрально-кафедрально. Собор соборный. Вот это, это я просто взял пример в культуре. Но в других вещах это носит более серьезный характер, да? Когда обыкновенный гомосексуализм, неприемлемый, да? Вводят понятие гендерства. Всего лишь сто лет назад за него в той же Британии могли стерилизовать и все что угодно сделать. При нашей жизни еще за это сажали. Да, при нашей жизни. Считалось серьезным психическим отклонением, опасным для общества. А сейчас это представляется как вообще как нечто, да. Блага какое-то. Да. Ну, они же не видят того, что их искусственно вот за счет беженцев с ислама хотят, что? Сделать очередное вавилонское столпотворение и создать новые народы. Почему? Потому что как бы там ни было человеку свойственно все-таки сравнивать свои пути и жизненные со вселенной, да? с предназначением. Поэтому именно плохо им те, кто фальше живет. Объективно им плохо, да? А сегодня в эпоху вот этого информационного воздействия ведь поток информации такой, что сегодня мы за три дня получаем столько информации, сколько, ну, в средние века за десятилетия не получали. То есть такой идет объем. И, соответственно, это становится опасным, когда люди могут разобраться во всем этом потоке и провести правильные пути, правильные переправы, правильные броды найти во всем этом. А самое главное здесь вот что? Убрать вот это вот покаяние, убрать, запретить плач Ярославы. Вот это вой. Почему? Потому что вот есть некая цельность вот у государства, да? И кто-то берет, открывает ширму эту цельную и начинает ой, все плохо, ой, там опасно, ой, все погибли, все пропадает. Ну, да, чем занимаются русские либералы? Да. То есть они открывают окно возможностей для кого? Для наших оппонентов. Ну, они вызывают у людей сомнения, что в правильности вообще существования государства российского. То есть они не идут против власти в открытую. Они говорят, а дальше идет уже в подсознание. Значит, неправильно управляют. Поэтому нужно сдаться, отдать все ресурсы Западу. Да, да, да. И быть батараками. Немцов, хотел Ельцин, в принципе. Абсолютно верно, да. И быть батараками на собственном этом. В принципе, собственно говоря, сто лет это уже идет. Либералы всегда хотели, что сдать Россию, чтобы ее разделили. И дело в том, что Ленин сломал. Он реализовал окно возможностей. Ведь не Ленин же революцию делал. Революцию делали как раз-таки либералы. Но революции развалили Россию. А Ленин и Сталин Они оставили этим открытым окно возможностей. Да, они собирали наоборот все земли. Поэтому не значит, что нужно недостатки замалчивать, глазки тупить, закрывать. Но о них нужно говорить аргументированно, по существу и там, где это нужно. Ведь мы же при детях не обсуждаем определенные вещи. Почему? Потому что понятно, очевидно, что информацией можно деформировать личность. Ну, конечно, есть ограничения. Да, и точно так же неправильной информацией, даже правдивой, но неправильно поданной, да, можно нарушить, ослабить системную целостность. Вот этот вот момент четко нам нужно понимать. Кстати, простые люди это понимают. Другое дело, что у них набирается, вот это накипает, они бы справились. Ну, вот либералы, как вы говорите, они подогревают вот это все время. Возникают сомнения. Да, возникают сомнения. А вот открытый разговор с признанием этого, вот бы не было бы радиосвободы, если бы наши в советские времена просто не скрывали часть информации. А давали бы так, как есть, но раскладывали на компоненты. По полочкам, конечно. А о чем это говорит? О том, говорит, что готовилась уже тогда определенная программа глобальная, которая закладывала определенные механизмы, которые вот сработали в перестройке и развалили мощнейшее государство. Поэтому я думаю, что нужно говорить людям правду и объяснять, почему. Да, да. Что и почему происходит на самом деле. Правду и в контексте расшифровать, подавать, чтобы у людей были вот аналоги, образы, сообразы, да, как это применять. Потому что, если правду, вот сейчас идет же оповещение, какое информационное. Кто знает, тот понимает. А кто не понимает, это его проблемы. Вот применять слово экспансия, ну это же расширение, да. Вот принимается, как там это, вот, оккупацию называют, захват, чем это? Аннексия. Аннексия, да. Ну, зачем эти слова, да? А это делается специально, чтобы тот, кто понимает, тот, кто может заглянуть в словарик иностранных слов расшифровать, а сегодня в интернете это просто. На самом деле, то, что говорят аннексия Крыма, на самом деле, это же инсургенция. Абсолютно верно. Присоединит, а возврат... Возврат в старом, статус-кво восстановился, да. Потому что Крым, если так уж, по всем международным правилам, должен быть либо у Турции, либо у России. Никакие другие третьи страны не работают. Ну, исторически Украина вообще не имеет никакого... Да, 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 абсолютно верно. Поэтому Турция все время хотела его и при Украине. Для чего они развивали там крымский вот этот межрис? Это же все... Была система, и они же открыто говорили, что скоро мы вас, русских, тут будем резать. Я же помню, еще в 2000-е годы. Да, да, у них была эйфория, но вот действия Владимира Владимировича в Сирии... Все переломали, все... Все планы, все карты переломали. И наш вопрос там сильно решается. Почему? Потому что, ну, сотни тысяч боевиков оснащенных, вооруженных, экипированных, хорошо обученных, подготовленных, они же уже шли и на нас, через Николаев, Херсон, Одесса, они высаживались. Но именно то, что было показано там, и надо дать от должности нашим бойцам на передовой, те уроки, которые они преподают здесь, конечно, очень быстро их отрезвили. Почему? Потому что наемник, он хочет что? Он хочет денег получить и поехать их тратить в комфортных условиях. А погибать, это в их планы не входит. К сожалению, на той стороне много людей, которые в душе все-таки русские. Но вот эта пропаганда, эта идеологическая и информационная война очень многих переломала. Люди с той стороны пишут, что мы не столь оказались мужественны, сильны, как вы. У нас не хватило духа встать на борьбу, как это сделал Донбасс. Поэтому мы, вот этот наш гнев, он слит, так сказать, вниз, а вы сумели. И мы вот ждем, ждем, когда ваши действия помогут нам распоряниться, и мы станем рядом с вами. Вот этот момент, то есть это тоже обратная связь, которая показывает в глубине, в глубине, да, души эти люди понимают. То, что вы и сказали, да, они русские. И вот этот русский, вот этот дух, он все-таки никуда не девается. Ну, как мы знаем из истории, все нацистские вот эти режимы, они не долговечны. Я думаю, что на Украине эта смена произойдет. И то, что сейчас очень ускоренными темпами вбивается в головы простого украинца, я думаю, что все это забудется, да, забудется, но это нам для этого предстоит пройти очень суровый период, то есть вот этих упоротых, сведомых, они же не изменятся. Упоротые не изменятся, конечно. Нам придется, значит, с ними вырабатывать... Ну, там их процентов 5 на самом деле. Да, 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 да. Вот, но тех, кто явно невиновны, все-таки как-то с ними придется сожительствовать. Вот не получится, мы не можем их путем идти их путем и лить кровь налево-направо. Вот. Почему? Потому что они уже такие и они до конца дней будут такими, к сожалению. Поэтому мы вот, я согласен с вами, что мы должны упреждающе идти и ставить вот этот путь правды, который на всех уровнях будет соответствовать. Есть бытовой разговор о правде, правильно, вот обмен мнениями? Есть обмен мнениями, когда идет полуофициальный, есть обмен мнениями, который идет с информацией, потоки, да, которые идут с телеканала в головы всем слушателям, то есть слушателям всех слоев населения, да, поэтому, конечно, это все должно быть подано именно в том варианте, в котором, чтобы соответствовало задачам, а не так, что все в кучу и все выкинули, а потом, что переполох у людей. Ведь неправильно под подача, вот построено предложение, может вызвать все-таки недоумение людей и какую-то даже панику. И какую-то панику, абсолютно верно. К сожалению, формат передачи у нас не очень большой, мы можем очень долго говорить на эту тему, мы, наверное, выберем какую-то тему конкретную и поговорим в следующий раз. И пошагово будем раскрывать это, И пошагово раскроем все, для чего это какое-то событие делается. А сегодня я хочу с вами попрощаться. Спасибо, что были с нами, с вами был Путь правды. Я Владислав Брик и наш гость Виктор Петрович. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok